Судья у нас не участник, я его так назвал, второй комментатор. Сейчас мы увидим в заводе зрители, они аплодируют. Итак, на старте юноши у нас выстроились. И сейчас вот эту резинку убирают, по которой выстраивали их. Судьи старта и будет команда на табличке. Сначала гонщики увидят табличку с цифрой 15. Вот она уже есть. Затем перевернется цифрой 5. И флажка будет дан старт первого заезда класса юноши. И в крови повезет старт. Итак, ну что у нас произошло? Ох ты! Здесь у нас холл-шот в исполнении гонщика. И отсюда номер не вижу. 26-й Дмитрий Бабак. Несмотря на то, что он плоховато прошел квалификацию, но Бабак делает холл-шот и лидирует в заезде юноши. Итак, спортсмены до 18 лет. Самому старшему из них 18. Стартовали первым. У них будет три заезда. Три заезда и заезды подлиннее, по 15 минут, плюс два круга лидера. Итак, лидер Бабак. Дмитрий Бабак, перворазрядник, представляющий СТК «Факел». Новый рингой. Павел Захаров тренирует это юное дарование. Но он один из самых возрастных. Ему 16 лет, собственно говоря, уже в ноябре прошлого года. Стукнул он был шестым на молодежном первенстве России. В этом году и в декабре месяце совсем недавно выиграл по юношам Кубок памяти Ушакова в городе Новый рингой. Исекает отметку у нас для телезрителей. Повтор старта опять. Ну, немножко у него была ошибочка такая. Так, за Иван Захаров. 21 номер на втором месте. И на третьем, 23 номер Рустам Такаев. Тройка лидеров класса юношей. На полсекунды Захаров отставал на шесть десяток Рустам. Замыкает семерку их семеро у нас. Семеро смелых классе юношей. Замыкает 78 номер Моторин Александр. Ну, оторваться лидеру не удается. Оторваться мы видим, сейчас нас ждет борьба за лидерство. Ну, за третье место она уже вовсю кипит. У юношей такие же сейчас снегоходы, как у взрослых. Раньше были 440 кубиков, поменьше мотора. Сейчас просто ограничено открытие дросселя, чтобы чуть мощность убрать и не попадали наши парни. Итак, смена лидера. Бабак у нас где-то ошибся. Мы прозевали этот момент. И откатился на четвертое место. Сейчас в лидеры вышел Иван Захаров. 21 номер Иван Захаров. Кировский гонщик. У него два вторых места было. Исход в первом заезде. 80 очков. Он сейчас 40 очков. Он восьмой у нас. Но он очень быстрый спортсмен. Мы видели это на квалификации. Итак, 21 номер Захаров. 23 такая. 17 коллегов. И Бабак сейчас только четвертый. Захаров 99 года. Ему 15 лет. 14 будет только в конце марта. 20 марта. Восьмой на Кубке России был в прошлом году. Девятый на молодежке. Тренер Чеходин Владимир Васильевич. Личный гонщик. Не команда из города Киров. Но это славная вятка у нас. Вятские поляны. Юноши очень амбициозные. Для чего им от курока ограничивают. Чтобы они не перестарались. У нас в борьбе ничего не произошло. Итак, Такаев отставал на секунду. А коллегов Михаил на третьем месте на 2 с половиной. Ну и лидер четвертый. Вот это аутсайдеры у нас. Вершигрупп с Моторином. Я боюсь ошибиться. Я перебью, по-моему, у нас Такаев вперед. Вышел вперед. Сейчас электроника мне подскажет, так это или нет. Рустам Такаев, факел новую рингу. И вице-чемпион Кубка Ушакова этого года. Четвертый на молодежке прошлого. Да, я прав. Рустам Такаев впереди. Захаров второй, коллега в третьем. Бабак отстает. Итак, Рустам Такаев. Гонщик факеловский. Собственно говоря, он два раза был седьмым на молодежке. Шестым. Шестым на трофее. Четвертым на молодежке. То есть вот такой парень. Сейчас третий. 60 очков у него после первого этапа Воткинского. Напрямую на волнах просто он обогнал Захарова. Вершигрупп, кстати говоря, тоже позицию отыграл. Какие-то проблемы у нас. А, вылет. Восьмидесятый номер, похоже, Константин Сланин. У нас отдельно от снегохода находится. Желтый флаг. И вот он сидит на трассе. Нужна помощь? Нет. Медицинская, не знаю. Но вот за ногу он держится. Ну а телезрители видят симпатичное лицо Рустама Такаева у нас. Вот на бегущей строке. Он у нас есть фотография. Он сфотографировался. Итак, Такаев, Захаров. Две секунды. И коллега подстает на четыре. Бабак на шесть и три. И, похоже, два у нас схода. Это Санин и Моторин. Пропали у нас давно. Восьмидесятый и семьдесят восьмой номера. Похоже, один из тех, кто вылетел, пытается завести двигатель и продолжить гонку. С ним все нормально. Второй, вот, собственно говоря, там тренеры-механики подбежали к нему. Посторонняя помощь. Ох ты, да, вот это момент вылета. Камера зафиксировала как раз. Одного из двух вылетов. А вылетел Такаев, лидер. Да, у нас, кстати говоря, у нас. И сейчас Захаров, коллега, Бабак, Такаев. Как у фьюношей все быстро, как все быстро происходит. Мы видим, опять у нас смена лидера произошла. И вот, собственно говоря, сейчас ошибся двадцать третий номер. Ну, хорошо сам уцелел, как он так резво вылетел. Ну, вот, достаточно тяжелая, сложная трасса. Она еще и подразбивается здесь, мы видим. Мягкая становится. И вот парни не справляются. А потом усталость. Все-таки же усталость. Почти ползаезда уже прошло. Восьмая минута идет. И уже такие ошибки пошли в ход. Итак, новый лидер Иван Захаров. Двадцать первый номер. Кировский гонщик. В топ-10 входил на молодежки в прошлом году. В топ-10 на Кубке России. Тогда он два этапа был в Альметьевске, в Ижевске проходил. Итак, Захаров. У него лучший круг 2.05.841. Вообще, лучший круг гонки был у Такаева. Но вот после своей ошибки Рустам сейчас на 1 секунду отстает. Моторину, похоже, удалось вернуться. Но он преодолел 3 круга. А лидеры 6 уже. У него отставание. Ему, может быть, не зачет по кругам. Если он не ускорится там и не накрутит положенное количество кругов. Моторин четвертый круг закончил. Лидеры 6. Но пока, чисто теоретически, наверное, он еще входит 75% от лидера. Итак, 21 номер Захаров. 17-й коллега. 26-й Бабак. Лидеры юношеского класса. Предпоследнего этапа. Первенство России среди молодежи по кроссу на снегоходах. Захарову 15 лет, еще 3 года может гоняться в юношах. В общем-то, парень молодой, перспективный. Не удивлюсь, что если его в команду пригласят, в профессиональную, либо факел, либо ямбург на следующий год. Вообще, с юношами проблема, конечно, она и со взрослыми проблема. Существует именно наполняемость стартовой решетки. Но, тем не менее, юношей таких быстрых достаточно тяжело найти. Если во взрослых у нас команд 3, то в юношей 2. То есть, Атлант даже не может выстрелить команду, собственно говоря, юношескую, потому что ее у нас просто нет. Не хватает им быстрых. Раньше у них гонялся Карпман за них, а сейчас Карпман во взрослые перешел досрочно. Вершигрук Моторин, Захаров, Коллегов. Ну, сейчас, кстати говоря, Коллегов догоняет Захарова. И Бабак догоняет. И Бабак догоняет, а не быстрее его. Сейчас из них самый быстрый Михаил Коллегов, минуту 07-05. А Захаров минуту 08, собственно, секунду с лишним проиграл. Между ними 1 и 3. Итак, нас опять ждет борьба за первое место, которым изобилует. Изобилует. Так, смена лидера. Была, но опять вернул себе Захаров первое место. Так, юноши поддерживают интригу. Что с временем? Четыре минуты осталось основного времени плюс два круга. Итак, пока удалось Захарову оторваться. Бабак быстрее Коллегова в борьбе за второе место. Такаев вот после вылета отстает. У него, видимо, что-то со снегоходом случилось. Повреждения механические есть. Поэтому у него минута 23. Круг был очень медленный. Но Вершигруг, он идет на пятом месте. Там огромный разрыв. Вершигруг уже круг проигрывает лидеру. Поэтому я не думаю, что борьба будет за четвертое место. Но вот он сейчас идет в темпе тихоходных гонщиков. Итак, несмотря на все вылеты, у нас один единственный исход. 80-й номер. Константин Санин. Ямбург. В Новом Уренгое сейчас два клуба основных. Это Ямбург и Факел. Но есть еще, собственно говоря, клуб Норд. Молодежный. Но там совсем детские снегоходы, квадроциклы. Они вот как-то на чемпионат, на первенство России не выезжают. Раньше до 15 клубов у них было. 10 кругов преодолел. 13-я минута заезда идет. Минута 0,8. Он хорошее время показывает. Коллегов 0,8. Видимо, подгоняет все-таки Коллегова. В борьбе за второе место. 17-й стартный номер. Коллегов сейчас второй. И он борется за лидерство. Потому что Бабак сейчас на третьем месте. И три очка он сможет отобрать. У Коллегова 60. У Бабака 75. Собственно, да, пока, конечно, он в абсолюте в лидеры не выйдет. Но к этому может привести. Так, вершигруг с моториным круг проигрывает. 151-й, 78-й номера. У Такаев чуть взвинтил темп. Но, тем не менее, минута 17. Собственно, скорость маленькая. Вот он сейчас линию финиша преодолеет. Минута 24. Опять. Ну, точно что-то произошло у него с аппаратом. Снегоход очень сложная машина. Там и подвеска, и гусеница сама. И двигатель может мощности не додавать. Что там конкретное было, сложно сказать. Он сейчас про... Вот Захаров, коллега в Бабак промчались. В Бабак тэнк взвинтил в борьбе за второе место. И за первое уже, пожалуй. Захаров медленный круг. Минута 0.9.5 прошел. И лидеры-то его, в общем-то, догоняют. И второе. На второе место Бабак вышел. Дмитрий Бабак. Мы видим желтая майка у него. Не лидера, а пока серебряного призера. Ох ты! Опять Бабак ошибся. Потерял свое второе место. Вот эти волны в юношам, в юношам очень тяжело даются. Мы видим, там кто-то выигрывает, а кто-то буквально теряет драгоценные секунды. Великолепная картинка. HD Extreme мы видим, собственно говоря, вот здесь на солнечном таком фоне. Вот сейчас парни пролетают линию финиша. Захаров, коллегов, Бабак. Пока ничего не поменялось. На секунду отстает Коллегов и на две Бабак. Все прошли 0-9 с хвостиком. Кругового дружно проходит. Вот только сейчас закончилось контрольное время. Два с половиной круга примерно. Ух ты! Кого-то вынесло из них на внешний радиус. Похоже, Коллегов вышел вперед. 17-й стартовый номер. Михаил Коллегов, Ямбург, Новый Рингой. Шевченко, Максим Николаевич, пятикратный чемпион страны, тренирует это юное дарование. Бывший председатель комиссии снегоходов Моциклетной Федерации России до Захарова. Он, собственно говоря, сейчас до Селикова Сергей Николаевич, конечно, передал вразды правлению в этом сезоне. Итак, 17-й номер Коллегов. 21-й Захаров, 26-й Бабак. Вот сейчас выделка призеров. Причем у нас Бабак сейчас тоже быстро, почти на секунду быстрее Захарова. И тоже сможет побороться. Но при таком раскладе, собственно говоря, сейчас уже пять очков выигрывает Коллегов у Дмитрия Бабака у нас. Но Дмитрий с этим не согласен. Рустам Такаев продолжает отставать. Он у нас минута 26 идет, и круг уже проигрывает лидерам. Явно что-то не так. Итак, под занавес заезда Михаил Коллегов захватил лидерство. Сейчас он пойдет на предпоследний круг. Уже пошел, собственно говоря. Вот сейчас двойку показывают. Это был уже предпоследний круг. А сейчас последний. Сейчас последний уже круг. И Бабак пропал у нас. Что ты будешь делать? Юношеский заезд и забилует всякими вещами, где он есть. И так 26 номер исчез из поля зрения и видимости. Вот он едет, но у него резкая потеря скорости. Уже полминуты проигрывает. Его Такаев практически догнал. Ну, Такаев-то догнал его там круг. Разница между ними, конечно. Догнал его чисто по скорости. А круг этот никуда не делся. Итак, 17 номер коллегов. 21-й Захаров. 26-й Дмитрий Бабак. Лидеры на последнем круге первого заезда юношеского класса. Итак, в лидер победитель. Победитель первого заезда Михаил Калеков. Стартерный номер 17. Моторин финишировал на 6-м месте. 78-й номер. Итак, второе место. 21-й номер Иван Захаров-Киров. Вятский-хватский парень. Итак, третьем финиширует Дмитрий Бабак. Стартовый номер 26. Факел Новый Рингой. Так, дальше чего у нас? Четвертое место. 23-й номер. Рустам Такаев. Факел. Пятым финишировал 151-й номер. Артем. Факел Новый Рингой. Факелцы кучно. Проехали. Итак, вот так закончился юношеский заезд. И нас ждет заезд взрослых. Ну что ж, друзья, давайте поаплодируем нашим участникам. За то, что они преодолели нашу трассу. Но еще хочу познакомить вас с одними людьми, которые стоят на нашей трассе. Это ребята в светлой жилетках. Их на наших соревнованиях называют маршалами. Или судьи на трассе. Это ребята курсанты речного училища нашего города. Я буду помахать вам руками. Пожалуйста, ребят, помашите руками нашим участникам. Вот они, мы их благодарим за то, что они помогают нам в организации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!